Тема действительно очень актуальна, о чём мы не увидели, и я в основных своих тезисах, наверное, присутенюсь к тому, что говорил здесь и Александр Аганович, если бы он выступал, я стремился за тем, что я собирался говорить, понимал, что я, в общем-то, собирался во многом говорить о том же самом. Я, пожалуй, начну с того, что, мне кажется, сегодняшняя проблема для нашего сообщества, проблема для российских историков, и как мы услышали в предыдущем накладе, не только для российских, но и для многих в мире, состоит в том, что общество сомневается праве историков судить об истории. Это проявляется в целом ряде, мы можем увидеть в целом ряде фактов, начиная, конечно, с политических, с создания в своем время комиссии по борьбе с классификациями истории, которая, надо сказать, с полтора года, слава богу, ничего пока сильно страшного не сделала, как мне кажется, я не видел вас в этом случае, но само ее создание в свое время, как мы помним, создало очень большое опасение от того, что комиссия, который входит не только, уважаемый Александр Роганович, а также и политиков, но и начнет вмешиваться в нашу работу. Ее создание и обсуждение законов, которые были перечислены в предыдущем докладе, как и они, воспринималось, во всяком случае, как попыткой ввести режим исторической истины. Есть такое понятие, режим исторической истины, то есть установлены законом правила, определяющие, что было истиной, что не было, что было исторических фактов, что нет. Но не только эта комиссия, которая уже полтора года в этом году, мы целый ряд увидели, были свидетелями, может быть, кто-то был участниками целого ряда событий, которые тоже показывают очень серьезные проблемы в понимании того, чем занимаются историки и каким образом можно оценивать нашу работу. Вот одно из последних скандалов в учебном пособии профессоров М. Голдовина и Барсенкова, который тоже прибег очень большое внимание. И он прибег внимание сразу с двух, наверное, сторон. С одной стороны, проблемы были, как теперь его многие прочитали, в учебном пособии, проблемы были с его содержанием с точки зрения профессионалов. То есть я не буду о многом говорить, как американец, скажу, что там, например, была ссылка на пландальность знаменитой, который не существовал вообще. То есть была проблема с профессиональной оценкой, с профессиональной лицензированной, наверное, запутой, да, в учебном пособии. Но, с другой стороны, манера обсуждения его была совершенно недопустима, с моей точки зрения, потому что ей стали заниматься политики, стали заниматься люди, которые к нашему профессиональному цепу отношений не имеют. То есть вот вокруг этого скандала, мне кажется, как раз очень четко обнаружились две основные проблемы, с которыми мы столкнулись. Проблема поддержания критериев профессионализма внутри сообщества и проблема взаимоотношения сообщества историков с внешними, по отношению к нему, с политиками, а прежде всего с теми, кто пытается создать этот режим исторической правды. Ну, Александр Иванович уже говорил и о смешении до степени подождествления историков-профессионалов и публицистов, о которых тоже общественность воспринимает как историков, и целый ряд других показателей, которые говорят о том, что историков общество не готово воспринимать как единственных экспертов в области истории. Вот знаменитая, может быть, оговорка, может быть, серьезно, как человек думает, высказывание, опубликованное в новостных лентах нашего председателя Государственной Думы, который сказал, что историки должны выступать общественными советниками тех, кто пишет учебники истории. Было так, не авторами, а советниками тех, кто пишет писательные, наверное, они. Здесь очень, как бы, для нас, мне кажется, очень серьезный вопрос, потому что он прозвучал быстро для профессионального сообщества. Вот, в моей теме заявлено учебные пособия, я потом про них говорить и буду, потому что в них действительно сосредоточиваются, вокруг них можно увидеть вот всю эту проблематику более сконцентрированную, в том, в учебном виде. Конечно, надо, прежде всего, различать, как мне кажется, учебные пособия, написанные для студентов, и все для студентов-историков, и школьные учебники. Отношение к ним не может быть определенным. Учебные пособия для будущих историков, конечно, к ним применимы только те же критерии, к любому научному изданию, к любому научному сочинению. То есть, прежде всего, критерий профессионализма. Там не должно быть, заведомо, не существовавших фактов, там не должно будет цитироваться источников, которых не было. Там должны быть соблюдены основные принципы, основные профессиональные критерии профессионализма, ну и исторического. С точки зрения оценок же, которые автор дает, вряд ли имеет смысл или возможность вообще требовать от авторов придерживаться какой-то одной и принятой кем-то оценки. То есть, у нас на самом деле сегодня в обществе, в российском обществе, вбудется несколько таких интерпретаций, чтобы больших интерпретационных схем отечественной истории, либеральная, ну, условно говоря, в том, что в ухтомнике под редакцией Зубова-Зубова, там государственческая, я не знаю, учебные пособия Филиппова, там наиболее слуху у всех, хотя есть и другие. Есть целый ряд учебных пособий, которые... Ну, не учебные пособия, может быть, но есть целый ряд статей, что ли, в которых формулируются, формируются какие-то альтернативные интерпретации отечественной истории. Кроме того, кроме вот этого идейного разделения учебников, то есть разделения по идеологическим подходам социальных авторов, есть еще и деления, которые меньше говорят, это деления по региональным историям. Россия очень большая, и сейчас во многих регионах России, в областях, в республиках, особенно национальных, существуют собственные учебники истории, истории региона, истории России, написанные исходя из точки зрения этого региона. И у них тоже очень, на самом деле, много просто противоречий, а не из такого, что ли, если вы посмотрите учебники истории в соседней Осетии и в Игушетии, то это две разные истории, но только разные, а взаимосвязывающие истории. Родного края, и таких историй очень много. Исторические пособия от относительно, наверное, безобидные, с нашей точки зрения, оценок, там, призами, ясно ли, по-моему, очень положительные герои. В общем, с нами, у нас учебники, по-моему, враг, который, видать, это с монголовной путь воевал против Дмитрия Донского. Ну, про это уже сейчас мало кто всерьез задумывается. Вот, то, как, например, в Чеченской Республике празднуют День Чеченской Женщины и славит у Шахина 19 века, это уже достаточно серьезный тоже вызов, вот, как историю трактовать и понимать. Но, повторюсь, пока речь идет о профессиональной исторической работе, пока речь идет о учебных пособиях написанных, написанных для студентов, для людей, которые могут прочитать разные точки зрения. Мы, я считаю, что это здоровое явление, то есть здоровое явление, и есть разные подходы, разные дирбализированные, записанные, разные интерпретации истории. Нездоровый, наоборот, был бы, если мы пришли его к единому, к единому ключевизору, если бы это было бы так, и это было бы, это было бы серьезной проблемой. На самом деле, подобные споры, в истории есть действительно, в Европе и в Соединенных Штатах, то есть, на самом деле, говорилось, что кормили меньше. В одном случае, знаю, как раз, знаю очень много по поводу исторических споров в Соединенных Штатах, начиная вот в Теросиме, там, в 1990-м году был большой сценарий в выставке о необходимости сбросить атомную бомбу, там, в Бурюле, по-моему, даже директора Снезиденского института, в тот момент, в изголосе, кем по поводу нового гей, там, постоянные споры по поводу, кстати, вот, стандартов изучения истории в школах, в Техасе, в Евгении, на днях, буквально месяц назад обнаружили учебные, где-то было написано, что в армии Минфедерации Соединенных Штатов батальоны афроамериканцев навевали. Чего-нибудь, на самом деле, оказался автоучебник у публицист, которая вот нашла это на каком-то союзе в Евгическом и включила это в учебнике. Так вот, здесь я перехожу как раз к тому, что возможно или чего невозможно для учебников в школах. Здесь проблема, на самом деле, гораздо серьезнее, ну, сложнее для нас. Дело в том, что обычно, товарищи говорят, и в общем, правильно говорят, что школьный учебник вырабатывает, у него есть роль, которая не отсводится к изучению фактов истории. Школьный учебник в истории, так или иначе, прививает какие-то базовые ценности общества, каким-то образом социализирует ребята в обществе. Больше того, школьный учебник, мы говорим об многообразии школьных учебников, но ведь понятно, что каждый отдельный ребенок прочитает лучший учебник, и не будет сравниваться самостоятельно. Здесь возникает когда самая проблема. А что будет в том учебнике, который прочитает ребенок? Вот у профессора Криони была карта, где Россия красным закрашена, что у нас не свободные учебники. Я бы не согласился, что на красные стало, что у нас частично свободные, потому что учебников пока еще много. И школьные учебники у нас есть разные. Было несколько скандалов Но, тем не менее, у нас сейчас можно сравнить, то есть у нас нет пока единого учебника, который был едином. Я, например, у сына в учебнике обнаружил, что в декабре сегодня очень плохие люди. Я читал, они, кстати, заняты всей кровью. Это был один из учебников, который существует. Я смотрел в другую, нет, как у нас было. Параллельно учиться в одному или другому учебнику. Однако, что же делать с учебниками, которые мы предназначаем нашим детям? Как их оцепить? Здесь у меня, наверное, нет однозначного ответа. И здесь я бы хотел сказать, что логично, мне кажется, подталкивает то, что я только что сказал, подталкивает к выводу о том, что для школьных учебников вы должны выбрать какие-то консенсусные подходы. Для школьных учебников, вроде бы, надо, чтобы туда вошло то, что вообще признано обществом. То есть, если общество считает, что невозможно, что недопустимо, допустим, государственное насилие для достижения каких-то экономических побед, это должны быть учебники, все словно так. Но как быть с теми вопросами, которые общество для себя не решит, которые, вокруг которых общество продолжает, вообще есть силы разные, продолжают бороться. Вот здесь консенсуса нет. Вообще говоря, много говорят о школьных учебниках, и вот те несколько проблем, несколько скандалов о школьных учебниках, которые возникали, они возникали вокруг этого учебника. А эти учебники пишутся на базе государственного стандарта, где есть государственные стандарты для школ, что должны знать школьники по изучению инвестиций. Авторы стандарта гордятся, может быть правильно, гордятся тем, что в этом стандарте нет вообще нелегитации, там есть только перечисление фактов. Но дети учатся ведь не по справочнику перечисления фактов, в любом учебнике будут эти факты как-то объяснять и слезать уже в собой. То есть я вот специально перед полистой сюда посмотрел этот стандарт. В принципе, эти факты можно впустить в сталинистскую версию отечественной истории, в ходе либеральных, и в то, и в другое будут объяснение каждого из тех фактов, которые существуют. И вот здесь мы стоим перед таким фактором, перед такой, что единым. Мы не стоим, может быть, мне кажется. Либо те, кто пытается, те политические, если вы, может быть, которые хотят, чтобы история в школе не преподавалась каким-то образом, должны тогда рассматривать стандарт. И, может быть, должна быть это вообще государственная, общественная дискуссия по поводу школьного стандарта. Это было бы честнее, чем вот сначала выпускать учебники, а потом нападать на авторов на одними, на других. Это было бы честнее объяснить, что может быть стандартом. Может быть стандарты, какие-то оценки могут быть, могут присутствовать. Но они должны быть результатом обсуждения, в котором историки должны играть важную роль. И вот здесь я в последнюю стоимость перехожу. Историки должны... Историки являются частью общества. То есть, когда мы говорим о тех оценках, которые должны быть в школьном учебнике, это оценки общества в целом. То есть, оценки, в которых, конечно, историки не могут иметь не могут быть единственными, а в форме процентов в процент. Но, с другой стороны, историков из этого процесса выставления четыре оцены из процесса создания и интерпретации исключать нельзя. Историки такая же часть общества, но и более профессионально подготовлены к тому, чтобы будут подробные оценки давать. И, подытоживая, я бы хотел сказать, что сейчас профессиональный сообщество историков стоит перед, и, с моей точки зрения, двумя основными вызовами. Вызов со стороны профессионализма, то есть, вызов со стороны непрофессионалов из вне и, к сожалению, уже изнутри сообщества. То есть, вызов связанный с вынижением, наверное, качества экспертизы, раз у нас появляются статьи, монографии, учебные пособия, подписанные уже кандидатами и докторами исторических наук, где есть непроверенные факты или данные, которые, наверное, должны были быть замечены если самими авторами, то лицензентами. То есть, с лицензированием что-то надо, наверное, делать. И второй вызов – это вызов со стороны внешней по отношению к историческому сообществу, вызов со стороны политиков, направленных на политизацию. Мне кажется, что и в том, и в другом случае нам надо каким-то образом заявить, проявить наше мнение про профессиональное сообщество. Это может, ну не знаю, кто это будет делать. У нас есть национальный комитет истории, в котором он может активизироваться и выступить с каким-то инициативами, с тем, чтобы показать, что историки ценят и для историков важно отношение сообщества, внутренне сообщества. Может быть, какую-то специальную ассоциацию могут создать. Я не знаю, каким образом мы это решили, но нам, как профессиональному сообществу, надо иметь собственный голос. Иначе мы каждый раз общаемся с отдельными политиками или мы не реагируем, в нашем случае, на инициативы, исходящие извне. Нам надо каким-то образом самоорганизоваться. Спасибо за внимание. Спасибо!